Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем пятничном вебинаре, который завершает нашу вебинарную неделю. И, как всегда, перед тем, как передать слово сегодняшнему ведущему, а ведущую у нас сегодня Мария Борисенок с темой «Платформа теплосеть от онлайн-обучения к оффлайн-активности». Я хотел бы представить те четыре ссылки, которые я отдал в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академия.ру, и его главная страница является расписанием вебинаров. В этом расписании можно зарегистрироваться на все мероприятия вплоть до конца нашего учебного года, до июня месяца 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и я предлагаю вам на него подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Сегодня вечером запись этого вебинара, я надеюсь, что сегодня вечером она попадет на этот канал. Третья ссылка ведет на раздел нашего сайта «Онлайн-курсы». В этом разделе вы можете познакомиться с теми онлайн-курсами, которые мы предлагаем нашим зрителям и тем, кто придет на наш сайт. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. И я, как всегда, хотел бы проанонсировать три следующих вебинара. Вот они. Они состоятся уже на следующей неделе. В понедельник у нас в 12 часов наш постоянный ведущий Наталья Логачева продолжит свой трек, посвященный работе с диссертациями. Называться будет вебинар «Научный руководитель диссертации. Где искать, как выбрать, чего ждать, как общаться». Во вторник, 20 ноября, опять же, наша постоянная ведущая Марина Пивень проведет вебинар своего трека по искусствоведению «Время титанов и творческий огонь вам не бушует» про Микеланджело Буонаротти. Ну и в среду, обращаю ваше внимание, в 15 часов, Марина Орешко всегда проводит вебинары в 15 часов, пройдет вебинар «Библиотекарь-журналист. Создаем электронные публикации». Вот и все с моими анонсами. И я хотел бы передать слово Марии Борисенок, сегодняшней ведущей, для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Марии, прошу на связь. Марии, прошу на связь. Да, всем здравствуйте. Да, поставьте, пожалуйста. Да, давайте перески ставить. Отлично. Спасибо большое, Павел, за такую возможность рассказать и про теплицы, и про тепросеть. Я бы хотела, чтобы сейчас каждый из участников одно слово написал, сферу деятельности, к которой вы относитесь. То есть, чтобы я понимала, это образование, НКО, может быть, коммерция, еще что-то. И презентация мало этого изменится, но я, по крайней мере, буду лучше ориентироваться, кто меня слушает сегодня. Образование, образование. О, хорошо. Ага, отлично. Тогда я, в принципе, угадала тогда с тем, как я все это построила сегодня. Так, сейчас я посмотрю. Ага, все, листать слайд, я поняла, как? Вот так вот. Смотрите, я вначале расскажу немножко про теплицу, скорее всего, вы знаете, если знаете, тоже можете поставить плюсик. И потом я расскажу подробнее про теплосеть, и расскажу не с точки зрения формата «регистрируйтесь к нам», хотя и про это тоже. А также расскажу немножко про внутреннюю кухню, как мы это строили с точки зрения именно дизайна образовательной платформы. Поэтому у меня будет блог про геймификацию, где я подробнее расскажу про методологию, которой мы пользовались, и, мне кажется, это, может быть, вам будет полезно в ваших каких-то образовательных проектах. Ну и также расскажу вот про связку онлайн-офлайн, как мы ее делали. Вот. И так, начнем с того, что, конечно, у нас есть сайт теплицы социальных технологий, мы работаем с 2012 года, образовательный проект, который соединяет и некоммерческие организации, и IT-специалистов. И наша задача как раз-таки рассказать про технологии простым языком, максимально доступным для всех, и предоставить все инструменты, которые есть сейчас вот в нашем медиапространстве, чтобы люди, связанные с НКО и с образованием, могли их использовать и делать свои качественные медиапродукты на другом уровне. Дальше у нас, я сделаю такой небольшой обзор нескольких продуктов, которые, ну, действительно стоит знать, и даже если вы находите сейчас в сфере образования, но у вас есть там коллеги из некоммерческого сектора, то мы будем рады, если вы им расскажете про какие-то новые возможности для них. Во-первых, это, конечно же, сайт IT-волонтер. Если у вас есть какая-либо техническая задача, и вы сотрудник некоммерческой организации, либо образовательного проекта, и вам нужно сделать афишу, написать какой-нибудь, перевести вашу группу ВКонтакте на какой-то другой уровень и нужен СММ, либо что-то техническую задачку на своем сайте поправить, и вы не знаете, к кому обратиться. Вы можете оставить здесь заявку. Здесь есть такой пул волонтеров, которые периодически просматривают и берут себе в работу их. Вы ничего не платите волонтерам. Иногда вы можете поощрить их каким-то материальным гонораром, либо это может быть благодарственное письмо, и тем самым мы создаем такие отношения, где все выигрывают. Волонтеры очень отзывчивые. Вы им пишете отзыв, пополняете их портфолио, если они начинающие, ну и в том числе решаете какие-то свои задачки. Вторая вещь, которую мы делаем, мы приезжаем в разные города с мастерскими, проводим онлайн мастерские, проводим мастерские в Москве. Это посвящено Кандинскому. Это сайт-конструктор для НКО. Если у вас есть потребность в том, чтобы иметь именно какой-то ресурс, на котором вы будете выкладывать новости, рассказывать про свою организацию, делать копирайты новостей, про которых СМИ, которые о вас пишут, и вам это нужно хранить в одном месте, и при этом вы думаете, что создание сайта становится для вас какой-то проблемой, на которую нужно потратить месяцы, то мы создали такое оптимальное решение на платформе WordPress, которое можно посмотреть на сайте canv.estru. Оно ставится буквально за один вечер. То есть наши мастерские оффлайновые, они проходят в районе 3-4 часов, и люди примерно уже начинают понимать, как наполнять свой сайт, что они могут сделать, что не могут менять, а что нет. Если есть какие-то вопросы по Кандинскому, там внизу в подвале есть чат разработчиков, где вы также можете зайти и посмотреть, какие сайты уже созданы, как происходит вот это общение между нами и теми, кто пытается поставить Кандинского сейчас. То есть это такая универсальная, универсальный конструктор, который действительно помогает очень многим НКО иметь свою онлайн-страничку. И это дешевле, чем Тильда, потому что у Тильды сейчас тариф, если вы подключаете свой домен, он в районе 5-6 тысяч рублей. Здесь вы намного меньше тратите именно своих ресурсов. Если я буду говорить очень быстро, вы прям пишите мне помедленнее. Я могу ускоряться, могу замедляться. Но обычно ускоряюсь. И последняя вещь, про которую я хотела рассказать, это Лейка. Лейка – это плагин, который помогает собирать пожертвования. Сейчас мы также отрабатываем версию, чтобы этот плагин могли ставить и физические лица, и любые проекты. Вот скоро выйдет новое обновление, следите за ним. То есть, по сути, это такое интерфейсное решение, чтобы пользователь, заходя на сайт, и когда у него есть желание перевести вам деньги, чтобы у него была красивая визуальная форма, как он пересчитает вам деньги. То есть, Лейка отвечает именно за визуальный интерфейс этого решения, где мы вбиваем данные карточки и предполагаемую сумму. При этом заключение договоров с платежными системами – это остается на стороне вашей, на стороне НКО, либо физлица. То есть, Лейка никак не связывает вас именно с конкретной платежной системой. Это именно такое решение визуальное, как выглядит форма пожертвования именно на сайте. И сейчас я расскажу, уже перехожу к теплой сети. Сейчас будут такие две вещи. Я расскажу про то, как мы пришли, во-первых, к этому решению, к нашей платформе такой региональной, образовательной, с чего мы начинали и во что это в итоге воплотилось. В октябре прошлого года мы начали проводить исследования, где с Википедии скачали все города, которые у нас есть. Их 1084 города российских. И мы начали смотреть, какие есть у нас крупные образовательные сети, которые имеют представительство в этих городах. Мы брали такие организации, как «Наше будущее», «Добрый город Петербург», «Карусал», «Центр ЦПУ», «Фрии». И посмотрели, что они, конечно, в основном базируются в каких-то очень крупных либо селениях городах, а в 970 городах они не присутствуют. Во-первых, это объясняется тем, что в России это в основном страна малых городов. У нас очень много городов, которые там до 100 тысяч населения. И, соответственно, открывать там какое-то оригинальное представительство, это сложное, ну и не всегда просто есть ресурсы, чтобы добраться до каких-то малых городов. И мы поняли, что в этих городах на самом деле живет 12 миллионов человек, если так посчитать. Это огромный человеческий ресурс, который мы бы не хотели терять. И мы понимаем, что эти 12 миллионов, они живут в такой ситуации цифрового разрыва от того, что происходит в крупных городах. У нас есть такая тематическая картинка, да, что это такой человек, в каком-то живет заброшенном пространстве, который вроде бы имеет выход в интернет, он понимает, что происходит в целом в мире, но вот он выходит на свою улицу и не понимает, как соотнести то, где он сейчас находится, вот с тем, что он только что прочитал в интернете. И происходит такой какой-то разрыв. И мы бы хотели дать вот для таких вот небольших городков возможность себя как-то проявить, рассказать о себе, о чем они живут, ну и в целом, чтобы они также входили вот в это поле такого гражданского активизма. Это у нас была такая вот первое наше проблемное поле, которое мы определили. И дальше мы поняли, что это будет некая образовательная платформа, и мы начали смотреть, что происходит сейчас в мире образования. И в мире образования происходит такой тренд, который называется микрообучение или snack learning. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто вот слышал именно такое сочетание, а кто сталкивается с ним первый раз. Вот плюсик, если слышали. Хорошо. Смотрите, snack – это от английского языка перекус. И впервые этот термин начали употреблять языковые приложения, как дуолинговое, когда они поняли… Дуолинговое – это приложение, где вы учите иностранные языки, и вы в течение 10 минут можете выполнять свой словарный запас. И они посмотрели, разработчики, что последние годы внимание, которое уделяет пользователю их приложению, оно резко сокращается. Если раньше это было 10-5 минут в день, то сейчас это уже становится еще меньше. И в итоге все такие образовательные платформы, они поняли, что им нужно делать более добоваримый формат для вот этого нового поколения, которое постоянно ходит с гаджетами, но у которых постоянно происходят какие-то внешние факторы, которые отвлекают их от того образовательного процесса, в котором они были вот секунду назад. И snack – это такая запуска переводится, да, snack learning – это вот такие, получается, маленькие кусочки образовательные, которые человек может быстро проглотить, получить новую порцию знаний и пойти дальше. И может дальше там как-то, она должна быть настолько полезна для него, что вот он получает там за 5 минут какое-то знание и может быть дальше его как-то и применить. Вот. И вот этот формат snack learning, он применяется в корпоративном образовании, когда сотрудники в течение рабочего дня могут каким-то образом сразу получить новый инструмент и начать его внедрять. Ну и также в различных приложениях. Основное, что вот характеризуется snack learning – это разные форматы, которые предлагают пользователю. Ну вот я сделала формат вот LinguaLeo, да. LinguaLeo вам предлагают сразу, например, там, игру, там, слово-перевод потратить на это 5 минут, прочитать статью за 5 минут, послушать подкаст, сделать диктант, прослушать именно слова на слух, попробовать записать. И вот все форматы упражнений, которые предлагает LinguaLeo, это очень-очень короткие. И человек сам выбирает как бы то, что ему будет более удобно именно сейчас сделать. Вот. И зная это, мы тогда решили, что окей, значит, мы будем создавать вот нашу платформу, которую назовем теплосеть, и у нас будет заточено основное внимание на нас, чтобы это было что-то очень-очень простое, понятное, и чтобы пользователи минимальное время не тратили на прохождение платформы. Сайт платформы называется тепло.социал. Я спрошу, может быть, кто-то слышал раньше про теплосоциал? Либо вот плюсик, пожалуйста, поставьте, если уже слышали или там, может, регистрировались. Хорошо. Ну, тогда я расскажу. Если вот ввести вот теплосоциал и ввести свою почту, и регистрироваться, то игрок попадает сразу на такую карту. Я здесь обращу внимание ваше, что карта, это тоже есть такая, у нас была отсылка к играм, которые были там раньше популярны, там как цивилизация, стратегия, где игрок перемещается по какому-то игровому полю, и вот перед ним открывается не там территория, которую ему нужно завоевать, а именно игровое пространство, где чем дальше он передвигается по этому полю, тем больше знаний он получает. И мы поделили на шесть секторов, при том начинается перемещение героя с центра, дальше у него есть выбор, куда двигаться, и выбор, вообще наличие выбора – это суперважная вещь, которая сейчас должна быть в каждом образовательном проекте, чтобы игрок сам мог выбирать свою траекторию образования. То есть курсы, которые идут по жесткой линии, что и ведут игрока от точки А в точку Б без возможности какой-то развилки, они менее успешны, чем те, которые дают какую-то гибкость игроку выбирать и подстраивать обучение под свой жизненный график и расписание. У нас усложнение есть от первого уровня к последующим уровням. Сейчас это не совсем получается у нас соблюдать, но мы в целом эту идею держим. Ну и назвали вот эти вот единицы тематические тайлы. Это такая скорее внутренняя кухня терминов. Я сейчас подробнее остановлюсь на тех направлениях, которые мы выбрали, и, может, объясню, почему именно выбрали. Так как теплица – это, как я уже сказала в начале, образовательный проект и про образование, и про IT-технологии, то для нас было важно сделать вот этот вот микс знаний, которые получает человек, который хочет заниматься какой-то гражданской активностью. И у нас получилось шесть секторов. Из них три – это связано именно с технологиями больше, три – это больше с каким-то ценностным содержанием, которое будет полезно активисту. Вот, у нас есть, например, сектор веб-технологии, где мы рассказываем про создание сайтов, про концепцию открытого кода, про безопасность в сети, вообще, что такое интернет, как он устроен, как создавать лонгриды на платформе Тильда, как создавать сайты на Кандинском, то есть мы… как создавать чат-ботов, то есть какая-то такая техническая часть довольно, может быть, сложная, но так как у нас идет постепенное усложнение заданий, то человек постепенно начинает для себя открывать мир технологий. И, в принципе, люди, игроки у нас покойно создают первую страничку, первые сайты без всяких особых трудностей, скажем, не вызывают у них это. У нас есть сектор создания сообщества, и, скорее, люди, которые к нам приходят, они в самом начале выбирают либо вот этот сектор, либо там последующий. В создании сообщества мы брали с коллегой одну американскую брошюру, адаптировали на русский язык, и где пошагово рассказывать, на что нужно обратить внимание, когда вы создаете сообщество. Чтобы это не было просто хаотичная встреча трех человек, которые решили чем-то заниматься, а чтобы это было устойчивое сообщество со своими ритуалами, со своими правилами, с пониманием того, кто какую роль выполняет, с пониманием того, как позиционируется это сообщество во внешний мир, что значит на ценностном уровне сообщества для каждого из участников. И вот у нас есть такой отдельный блок, посвященный этому. Дальше у нас блок саморазвития. Здесь мы брали несколько партнерских наших организаций, в частности, кислород, у которых есть уже видеоконтент, и мы его интегрировали в нашу платформу. И вот, в частности, у нас были курсы по адаптации новичков в команды, про командообразование и про разрешение конфликтов, как решать конфликты. То есть саморазвитие – это блок, где активист может понимать, что ему будет, какие навыки он должен обладать, если он хочет вести полноценный проект и презентовать его, и в целом рассказывать про свой проект не только внутри своего города, но и на регион и дальше. Есть блок «Гуманитарная грамотность». Он такой, очень, довольно сложно продвигается, потому что, скажем, мы в него закладывали какие-то ценностные вещи, про которые нам важно сказать, и на которые мы хотели бы, чтобы говорили все игроки, и мы создавали бы какое-то такое ценностное поле. Ну и вообще вопрос про ценности – это, наверное, сейчас самая актуальная тема на всех конференциях и мероприятиях. Всегда вот кто-то говорит про ценности. И я сама с удовольствием всегда слушаю сейчас эти презентации, потому что, ну, это действительно такое одно из самых важных и крыльгольных камней, когда вы создаете какой-то проект, вот прям углубиться в то, что вы несете на уровне ценностей. И вот в нашем блоке у нас, конечно, есть там идея, чтобы все участники разделяли ценности прав человека, и тоже у нас есть наши партнеры из Международного правозащитного движения, у которых есть уже очень много визуального графического материала, который мы интегрировали в эту платформу. Следующий блок – это дизайн мероприятий, тоже очень популярный вот среди наших игроков. Это ребята. Мы даем возможность ребятам познакомиться с разными форматами мероприятий, которые есть сейчас. Рассказываем про мероприятия в Теплице, как мы их проводим, про метапы, хакатоны, про конференцию образования. Ой, момент, это я, случайно, колесико. Про конференцию в провалах НКО и так далее. То есть это вот тоже несем какой-то наш бэкграунд. И последнее. А, вот, это все было шесть. И дальше, когда человек уже выбирает что-то, здесь он уже сталкивается с тем, что перед ним раскрывается вот эта вот модель стены клёнинг. Во-первых, он вначале вот видит примерно, про что это будет сейчас информация. Дальше это все поделено на короткие видеоролики. У нас не получилось вот всю информацию сделать в роликах там трехминутных. Никак. У нас есть там шестиминутные, ну, шесть-семь минут, это прям максимум-максимум. Обычно мы укладываемся там в пять минут. В среднем вот у нас идет скринкаст либо ролик. Часть роликов мы записывали с нуля, часть роликов мы делали уже пользуясь вот теми наработками теплицы, которые были. Ну, для информации могу сказать, что вообще вот весь процесс разработки у нас занял... Мы начали 1 ноября прошлого года, и презентация у нас была 20 апреля. То есть это было, по сути, вот полгода с учетом праздников, с учетом того, что, ну, в России там в декабрь-январь это почти такое очень-очень странное время до работы. Тем не менее, у нас как-то все вот это вот получилось создать, и сейчас мы уже поддерживаем, дорабатываем все это. Дальше, если у нас есть довольно много сейчас текстового материала, который, к сожалению, не вписывается в концепцию снайк-лёрнинг, снайк-лёрнинг, он больше заточен на видео, больше. У нас сейчас есть по-прежнему много текста, который мы постепенно будем переводить в видеоформаты. Но здесь вот что очень важно, что любое текстовое сообщение, которое у нас есть, оно поделено на короткие блоки. То есть мы предполагаем, что человек может ехать в маршрутке, например, и ему удобнее будет вот сейчас какой-то короткий блок прочитать, и потом нажать «Продолжить» и прочитать его там, выйдя из автобуса, или сделать себе закладку, что он остановился именно здесь. Если бы это был какой-то длинный лонг-рид, который ему нужно было скроллить, скорее всего, нам было бы сложнее удерживать внимание нашего игрока. Поэтому видео – это первичное, но если бы делать какой-то текстовый материал, то старайтесь максимально его дробить, делать списками, чтобы это было визуально понятно, как делить информацию, за что должен цепляться взгляд игрока. И сейчас мы переходим к такой второй части, которую я назвала «Геймификация в деталях». И я сейчас первый раз буду рассказывать ее именно в виде такой внутренней кухни, в виде концепции, на которой мы атакивались, но мне показалось, что именно для этого вебинара это будет такая самая, может быть, полезная часть. Скажите, знает ли, кто-нибудь слышал ли про такой сайт yukachou.com? Yukachou – это на самом деле имя корейца, который продвигает геймификацию, и вот он, кстати, недавно был на форуме в Москву, он недавно приезжал, в октябре, по-моему. Вот поставьте плюсик, если вы слышали про этого корейца, который прям двигатель такого гейм-дизайна в мире сейчас. Хорошо. Если вы зайдете на его сайт, там очень понятный блог, который постоянно обновляется, и вы столкнетесь с такой концепцией, как называется «Окталайзис». Она так называется, потому что в центре его концепции есть вот эта фигура восьмиугольная, и она описывает такой универсальный гейм-дизайн, который можно применить и можно проанализировать в любой продукт, почему он так или иначе популярен среди игроков, что в нем есть такого, чего нет в других проектах. Вот. И на каждой грани у него есть определенное качество, он их называет драйвером, который определяет желание человека продолжать играть в ваш проект, либо продолжать учиться, либо продолжать зависать в вашем приложении и так далее. Вот. И я сейчас остановлюсь на каждой из этих грани, буду рассказывать подробно про что каждая из грани, и одновременно там будут какие-то примеры, как это может проявляться в различных продуктах, которые есть. Первая – это идея избранности или большая идея. Это означает, что... Ну, дальше там идет такой слайд. Что человеку важно быть причастным к чему-то большему, чем он сам. То есть ваш проект – это не только проект, который нужен только вам, а есть какая-то вот эта вот big idea, и если человек участвует в этом, то он прям понимает, что делает какую-то большую-большую миссию. Как пример, вы знаете проект Википедия, и есть большая идея о том, чтобы сделать хранилище знаний для всех, хранилище знаний для всех знаний мира, и каждый участник Википедии, он понимал, что вот каждая его статья – это плюс там еще вклад его в развитие этого проекта. И в целом все опенсорсные проекты на открытом коде, которые вовлекают большее количество людей, они, их энергия, то, почему они работают, за счет того, что есть какая-то вот эта вот большая идея. Одновременно это всегда несколько рутинные вещи, да. То есть, например, когда, по-моему, там Амазон делал проект, где предлагал людям там оцифровывать в игровой форме старые там книги из библиотек, например, да, потому что это очень такая, ну, рутинная вещь. Но все понимали, что это нужно делать, и они себя одновременно чувствовали каким-то героем, который вот прокладывает вот этот цифровой путь в архивы и вот помогает там всем людям узнать про какие-то вещи, про которые раньше он бы никогда не узнал. И не только там написал в Беликобритании, а и в целом силу мира открывать эти цифровые хранилища. Вот. Или, например, это удача новичка, это когда, ну, здесь только не самый приятный пример, например, казино, когда сразу вы выигрываете, у вас сразу срабатывает ощущение, что, о, наверное, я там нашел свое призвание, если мне повезло, то это неспроста, и человек вот так вот подсаживается, и начинается дальше его увлечение этим проектом. Вот. То есть, это вот проект, вот такая большая идея. Дальше есть отдельная очень популярная вещь – это достижение. И, скорее всего, когда люди говорят про геймификацию, они во многом вначале говорят именно про эту грань достижения, что вот давайте мы сделаем много баллов, бейджиков, таблицерей, награждений, вот эту всю систему мы себя внедрим, и это вот теперь будет наша геймификация. Это действительно так, это работает. Просто чем мне нравится вот концепт этого корейца, что он говорит, что это всего лишь одна из граней, одна из восьми граней, да, и полностью вот зацикливаться именно на этом не стоит. Но одновременно это, конечно, то, что действительно двигает людей и помогает им оставаться в учебном каком-то процессе. И здесь очень важно понимать, что люди, которые, если берем образование, которые постоянно в течение всей жизни учатся, у них однозначно есть ценность на саморазвитие. И для них важно видеть свой собственный прогресс, который они делают. То есть это какое-то оттачивание мастерства, это понимание, что они с каждым годом становятся более профессиональнее, углубляются в тему, которая им интересна, и им важно видеть вот этот вот прогресс. И для них просто магически действует там слово «челлендж». Челлендж как вызов. Они понимают, что вот если они себя, например, там какую-то там рамку условную поставят в течение месяца, например, там писать каждый день по одной странице, то там через 30 дней у них там будет, может, небольшая научная статья либо там небольшой повесть или рассказ. И их это очень мотивирует, для них это прям то, что им нравится. То есть вот те, кто, люди, которые участвуют в беговых сообществах, это то же самое. Для них вот этот челлендж работает, и они понимают, что там в первый день они могли приближать километр, там через три месяца интенсивных тренировок они уже могут бежать в полумарафон. Вот это вот идея как раз-таки, механика именно для таких людей, для которых важно видеть свое постоянное развитие. Вот. Битва с боссом – это условно уже в такие игры, которые там для детей, да, когда человек проходит все уровни, в конце у него там главная схватка, на которой понятно, вот прошел он уровень или не прошел. И здесь очень многие примеры, они не только вот про какое-то образование, они в том числе про обычные игровые игры, в которые играют дети и подростки, да, чтобы вы понимали, что это связано со всем образовательным процессом, который есть. Третья грамма – это возможности. И здесь это больше про какое-то даже творческое самовыражение. Сразу скажу, что вот идеальный пример – это Лего и Майнкрафт. То есть Лего и Майнкрафт, даже Лего, да, это все эти вот кубики, про которые вы прекрасно знаете, да, они играют на том, что игроку важно быть участником какого-то творческого процесса и проявить свою креативность. Они получают обратную связь, они участвуют, покупают новые серии Лего, показывают, что они сделали с ними, получают какое-то там признание со стороны других игроков, возможность для самовыражения. И неважно, сколько вам лет, там, 5 лет, либо там, 35-45, да, если у вас есть вот это вот желание себя как-то креативно проявить, то Лего – это вот именно для вас эта игра. И что здесь очень важно, вот в механике проекта, который заточен на творческое самовыражение, в том, что создатели, они не вкладывают особое развитие в какое-то там создание контента, либо там поддержание активности игрока, вообще нет. То есть это абсолютно внутренняя мотивация человека создавать что-то, и ему просто нужен инструмент. И получается, что вот эти вот игры, они дают им инструмент, как они могут выразиться. В Лего – это кубики, например, в Майнкрафте – это такая игра, которая сейчас тоже популярная среда учителей, это они помогают ребёнку создавать какие-то свои волшебные миры. И всё, ребёнок может там на 5 часов углубляться в эти процессы, и ему это нравится, и учитель может там на 40 минут уже отойти, посмотреть просто, как дети через Майнкрафт начинают осваивать какие-то вещи. Бустеры – это вот то, что помогает человеку быстрее пройти какой-то уровень, как толчок сразу, ну, толчок, который открывает ему сразу новые возможности в игре, скажем так. Вот. Дальше – это идея владения. То есть все… здесь как бы основной посыл в том, что все живут в материальном мире, и человеку, даже если набирать какую-то виртуальную игру, ему очень приятно владеть каким-то виртуальным персонажем, и его постоянно апгрейдить, совершенствовать, и он тогда больше чувствует сопричастность. То есть аватар – это, например, там человек, который… ну, вот ваша проекция героя, люди там готовы вкладывать реальные деньги, чтобы добывать ему там суперсилу, какую-нибудь там одежду, ну, и всячески его улучшать, чтобы вот он был прям вот именно их персонажем, и он орицетворял именно их. Либо там возможность баллы не просто накапливать, а их конвертировать во что-то другое, и там есть игровые механики, когда баллы-то конвертируются в какие-то там промо-акции с реальными магазинами, и человек может просто обменять эти баллы на что-то другое. Собственно, идея вот коллекционирования, она тоже связана именно на идее, что вот человеку важно что-то… чем-то владеть. чем-то владеть, и очень много игр, они вот построены именно на этом. Следующая грань – это социальное влияние. Это, ну, такая довольно очевидная вещь, особенно с разными соцсетей, ну, прям понятно, почему она заходит у большого количества людей. Она основана на том, что есть какие-то социальные элементы, которые заставляют человека включаться в игру и находиться среди людей, и как-то показывать, кто он есть такой. То есть человеку важно в игре дружить, знакомиться с новыми людьми, ему важно получать признание, ему интересно участвовать в рейтинговой таблице, показывать, что он лучше, либо догонять человека, который из другого города, по этой рейтинговой таблице и делать что-то большее в игре. Ему нравится объединяться в какие-то групповые квесты, ему в том числе вот дружба, подарки, ему нравится взаимодействовать с другими игроками и делать какие-то там комплименты своим товарищам. Ему важно, чтобы был какой-то условный профессионал, который будет его вести как ментор, тьютор, и он тоже будет чувствовать вот это вот живое общение в игре. И на этом построено действительно довольно много вещей, которые заточены сейчас про социальное влияние именно. Дальше это дефицит. Это такая, скажем, темная сторона игры, но тем не менее она тоже работает. Дефицит – это мало того, что мы хотим чем-то владеть, но у нас этого сейчас нет. И из-за того, что люди не могут получить что-то именно сейчас, это мотивирует их думать об этом постоянно и каждый день. И так как вот действуют там интернет-магазины, которые вас включают в акции последние часы действия, ставят счетчики времени, пишут вам сообщения заходи через два часа и получи приз, делают различные призовые стимулы и так далее. То есть все, что заточено вот на дефиците. Я вам больше скажу, например, кратфандинговые компании, если бы там вот планеты и бумстартер, если бы у них не было вот этого ограничивающего фактора, что наша компания заканчивается через 40 дней, то или там вот наши какие-то призы за участие в кратфандинговой компании исчезнут, то возможно, как бы не было бы такого кратфандинга. То есть в кратфандинге очень важно... В кратфандинге очень важно именно ощущение, что вот у нас вот есть последняя черта и нам нужно успеть. И поэтому люди включаются, понимают, что да, вот действительно, если они сейчас не помогут, то через 40 дней проект может закрыться, книга может не издаться или еще что-то. И это вот нас мотивирует оставить все вещи, важные дела какие-то, взять карточку в руки и все-таки перевести деньги, поддержать проект. То есть дефицит это, с одной стороны, может быть как в негативе, но иногда вот условно кратфандинга поддерживает много классных проектов, и это тоже идет в плюс. Непредсказуемость, все, предпоследнее еще, да, это вот желание постоянно понять, что будет дальше. То есть у нас появляется какой-то эффект оракула, в играх это постоянно вот эти вот голоса за кадром, которые рассказывают, что там будет дальше, показывают легенду, которая будет, там, сила добра и зла, соревнуются между собой. Вот это вот весь ореол и вот постоянное напряжение игрока, какая же будет его следующая миссия, да. То есть здесь все вот оточено на таких мини-квестах и на таких вот мини-историях, которые вплетены в какую-то большую историю. Ну и плюс у него всегда есть какой-то неожиданный выбор либо неожиданный подарок. Там раз ему, его снова сделали избранным, и ему предложили какую-то там большую миссию. Либо в образовательном проекте, там, раз ему там объединили с каким-то другим игроком и вот им сказать там, что вот ваш челлендж месяц, например, я не знаю, соревноваться по… кто больше выучит слов в английском языке. То есть какие-то такие вот вещи, когда не зависит от самого участника. Вот. Пересчелкнул слайд. Да, потеря. Потеря – это тоже вместе с дефицитом, это такая негативная скорее вещь, когда человек понимает, что он сейчас чего-то может лишиться, либо скорее какое-то негативное развитие произойдет скоро в его игре, если он сейчас что-то не сделает. И это какой-то вот визуальный крах, там, условно, герой может умирать в каких-то таких играх, да, обычных. Либо у него исчезает возможность, либо прогресс начинает сразу уменьшаться, очки начинают сгорать. То есть вот всячески визуально, нагнетаясь атмосферой, человек в избежание этой потери, он начинает дальше-дальше двигаться. То есть это такая метафора, как игрок вот поднимается по эскалатору, да, против его движения. И если он будет стоять на месте, то он все время будет скатываться вниз. И вот это вот желание все-таки двигаться вперед, оно будет вот его двигать всегда вперед-наверх. Вот, это я к чему все рассказала. Это вот такая концепция, да. И условно вот мы просмотрели этот сайт, мы поняли примерно, как работает все, что у нас есть. И дальше мы начали думать, что мы можем привнести вот в теплосеть, как вот в наш какой-то такой концепт игры именно. То есть наша задача, и сейчас мы по-прежнему продолжаем над этим работать, чтобы активизм, какие-то сложно образовательные вещи подавались все-таки в формате игры. Скучно довольно там человеку на улице разбираться, что такое концепция открытого кода. Но есть предположение, что если мы это как-то иначе преподнесем в форме, посмотри, посоревнуйся там со своим участником из одного же города, да, то это будет намного интереснее, и люди даже не заметят, как узнают новую информацию. Вот, и здесь вот я выделила желтым вот те вещи, на которые мы делали ставку на вот большую идею достижения возможности социального влияния. Большая идея, понятно, да, то есть в самом даже названии теплосеть есть вот понимание того, что вот мы хотим работать со средними и малыми городами, про которых я рассказывала вначале, да, то есть у нас основной наш акцент это города до 500 тысяч человек. И мы хотим между ними, чтобы был какой-то обмен опытом, и в том числе, чтобы запускать у них какие-то процессы такого технологического развития и второго такого активизма. Например, у нас есть вот система геймификации, у нас в личном кабинете, если посмотреть, у нас будет... Сейчас я курсорчиком... Сейчас курсор мой тоже видим, да. У нас есть очки, которые человек получает за прохождение, да. У нас есть рейтинг, чтобы он видел, кто он среди участников своего города и в целом теплосети. Мы даем награды за прохождение каких-то сложных заданий, тайлов. И у нас есть отдельные вот турбо-бонусы. То есть я бы сказала, что вот эта первая часть, она вот полностью заточена под грамм достижения. То есть мы от нее не отказывались, мы понимали, что какой-то соревновательный эффект мы хотим запускать и хотим это делать довольно осознанно. Вот. Дальше мы делали такие тесты, которые на самом деле не обязательны. Но если человек хочет их проделать, пройти, то это для него тоже такой небольшой вызов на проверку того, как он внимательно читал или смотрел предыдущие уроки. То есть тесты это тоже как... Ну, на самом деле, как один из элементов механики этого проекта. Вот. Ну и дальше, что мы его всячески поощряем, говорим, что вы прошли тест, вы можете поделиться с друзьями результатами вашего теста. Если вы смотрели карточки или тесты на Медузе, то они как раз тоже построены по такому принципу. Вы проходите какой-то шуточный тест, у нас он более серьезный. В Медузе вы проходите шуточный тест и получаете какое-то неожиданное знание о вас, кто вы, и вы можете поделиться с другим человеком. Там, по-моему, был какой-то прекрасный тест к столице революции, когда все делились в социальных сетях, кто они, кто были бы они, если бы вы жили бы в 1917 году. И это тоже, то есть в механике теста есть вот это желание поделиться, показать себя среди других, сравнить себя с другими, кто есть кто, кто поэт, кто там офицер и так далее. Также у нас вот есть активация турборежимов, которая увеличивает сразу все очки. Мы здесь даем очень сложное задание, либо делаем вот первую нашу связку с оффлайн-игрой. То есть человек, который у нас проводит мероприятие, он однозначно получает намного больше преимуществ в последующей своей игре. То есть там в течение 7 дней на любое его прохождение тайла у него количество баллов увеличивается в 7 раз. И это очень стимулирует их, и они видят, что за одну такую оффлайн-встречу они действительно очень продвинулись в рейтинге внутри своего города и внутри теплосети. Также мы с июля месяца запустили экспертные оценки. Это у нас идет грань социальное влияние, где мы дали людям возможность, игрокам проверять задания других людей, если они стали экспертами в каком-то одном из секторов, которые они прошли. То есть человек, например, прошел полностью сектор веб-технологии зеленой, и у него открывается эта вкладка, и он может оценивать других людей, может писать им комментарии. Таким образом мы немножко начинаем настаивать общение игроков внутри теплосети. С другой стороны, для них это тоже такой интерес и желание пройти следующий сектор, чтобы тоже стать экспертом и в нем. И это вот что касается у нас геймификации. И я сейчас расскажу в целом, что произошло с платформы за 7 месяцев, как мы развиваемся. У нас мы по-прежнему где-то еще двигаемся на ощупь, где-то уже более уверенно делаем какие-то вещи. Но вот в целом, да, то есть сейчас я рассказала, что вот у нас 1 ноября была такая идея, мы примерно понимали концепт, мы почитали умных книжек, умных концепций, поняли, что мы хотим взять. Ну, в итоге мы запустили, да, и вот что сработало, а что нет. У нас сейчас с 20 апреля вот по сегодня у нас 1130 игроков. И мы примерно даже, сказала бы, 500 человек мы набрали очень быстро, буквально даже первый месяц. То есть благодаря поддержке СМИ у нас как-то вот эта вот первая волна, она очень хорошо для нас сыграла большую роль, и мы действительно как-то сразу получили довольно большое количество людей. Но дальше, конечно, сработал такой эффект отката, когда мы скатываемся в такую тишину, да, и начинаем понимать, что не все люди, которые зарегистрировались, да, это действительно наша целевая аудитория, и далеко не все из них, из тех вот средних малых городов, на которые мы ориентируемся. У нас очень много людей из Москвы и Петербурга, просто потому, что они в среде каких-то образовательных проектов, они интересуются всеми там новинками, платформами, которые выходят, да, и им интересно вообще понимать весь этот ландшафт. И у нас довольно много, на самом деле, именно таких игроков. Ну вот по статистике у нас, конечно, больше женщин, и это, наверное, не я скажу это истинно, да, что действительно в таких образовательных проектах женская аудитория, она у нас всегда лидирует. Вот, по возрасту у нас здесь разная картина. Мы их вначале хотели сделать ставку на 18-24, но вот по факту у нас они на третьем месте, только эта аудитория. В основном у нас охватывает 25-34 возраста, то есть это такие активисты, которые уже закончили университет и просто пытаются найти какое-то новое применение своей энергии в городе, либо уже они участвуют в каких-то проектах, либо в IT-сфере. Ну, так или иначе, им интересно в целом, что происходит в городе, все события, и они хотят быть больше уличны именно в этом. Вот, по статистике, если так посмотреть, то есть здесь вот у нас картинка, условная инфографика, да, красным это вот самые активные люди, которые у нас есть, их сейчас вот в районе 40-50 человек, которые, ну, естественно, ядро, я бы сказал, вот костяк, да, всей теплосети. Желтым это те, кто как бы начинают, которые нас поддерживают. В количественном виде это, сейчас скажу сколько, в количественном виде, то есть это там 200-200 человек, это вот те, кто после первого импульса любопытства, они все-таки вот решили дальше как бы остаться с нами, да. Вот, и дальше у нас есть довольно большая как бы аудитория, вот гости и пассивы, да, то есть пассив это вот те вот, кто как бы даже ничего не поменял еще в своем личном кабинете, да, то есть он просто вот сразу вот увидел и условно и вышел, да, и мы их потеряли. Гости это те, кто уже сделали какие-то вот изменения в личном кабинете, они там написали о себе что-то, указали свой город, которые хоть как-то вот начали осваивать вот это игровое пространство, да, но вот пока мы условно там не разгадали вот в чем же действительно вот их интерес и чем мы можем их привлечь. Вот. Мы над этим работаем, то есть здесь я, ну, я бы, может, была бы рада, да, показать вам все желтое поле, да, но это не так, и есть на чем работать, и есть на чем думать здесь нам каждый день. Вот. Да, вот этот вот наш костяк сейчас вот 45-50 человек, да, то есть в целом это где-то у нас вот 4-5% от всех игроков, и мы, конечно, хотим идти хотя бы к минимуму 10%, чтобы 10% на 10% вот держалась наш такой основной актив. Вот. И вот последняя часть, в которую я перехожу, да, это вот мотивация онлайн и офлайн. То есть мы понимали, что, конечно, очень круто делать образовательные там вебинары, делать какие-то дистанционные вещи, да, но нам бы хотелось все-таки сделать так, чтобы люди в своем городе тоже были такими агентами изменений, чтобы они не просто там узнавали про какие-то вещи, да, а пробовали это применять. То есть условно, чтобы они не просто создавали сайты, да, и научились создавать сайты, да, а чтобы они немножко вышли на улицу, посмотрели, каким общественным организациям в их городе нужны сайты и попробовали помочь им, например, уже через какой-то свой навык, который они получили на нашей платформе. Вот. И здесь для нас была очень такая вытушевляющая, показательная история. Это ребята из Кургана. Они в июне месяце, то есть буквально через там 40 дней после запуска платформы, они начали проводить митапы. До этого они не знали даже этого слова, а здесь они вот просто узнали про такой вот формат, и им было интересно его попробовать. Суть в том, что они... Была хорошая погода этим летом, да, и они начали исследовать свой город, вот, на наличие каких-то препятствий, например, там, людям с ограниченными возможностями, да, либо там на наличие ям в городе. То есть, по сути, это такие люди, которые в Петербурге идут по движениям «Красивый Петербург», в Кургане нету такого движения «Красивый Петербурган», но вот этот импульс, как бы, видеть, что не так в своем городе, и пытаться фиксировать это на карте, и разговаривать дальше с властями, он вот есть однозначно в каждом городе у какого-то такого костяка активистов. И вот они делали митапы «Городская навигация», ходили по городу с картами, потом встречались в штаб-квартире, все обводили кружочками, говорили, что нужно улучшить, что нет. У них это тоже очень классно работало. Потом другая история была, которая тоже так нас очень воодушевила, и мы понимали, что вот девочка Вероника, она и так, сейчас еще пост в Кургане, что они вот не думали, что у них будет теплосей, не знали, что они будут делать с этим этапом, а вот здесь вот раз-раз, и они все-таки решили, что они будут проводить эти мероприятия. Вот, это вот история с Курганом. Дальше была очень... Прохотан, попозже расскажу чуть-чуть. Была история с Саратовым, да, то есть девочка Вероника, она учится, ну, либо выпускница даже уже, но она стоит в очень многих общественных организациях, и она всегда мечтала сделать какой-то фестиваль среди вот таких же, как она. И в итоге она делала вечеринку идей, супергероев, где просто встречалась, продумывала полностью механику всех активностей, которые будут в городе, и сделала такую очень классную, по сути, вечеринку на весь день. Вот, и вот что вот она пишет у себя в отзывах, да, что я давно мечтала попробовать новый интернационный формат работы, баркэмп, митап, но это никак не удавалось сделать. Ну, и так далее она пишет, что вот ей бы очень хотелось начать такую традицию и общаться с лидерами других движений. Вот, и для нас это было показатель того, что мы понимали, что Вероника как бы и без нас сама бы все это сделала, да, но мы бы сейчас бы никогда бы не узнали про Веронику, если бы не было бы теплосети. И то есть мы здесь играем на том, что нам очень интересно находить таких вот активистов, таких вот живых, живые истории в разных городах, да, и помогать их, и включать их в какое-то вот большее поле, там, условно, приезжать к ними, к ним, с мастерскими, к ним, с хакатонами, да, и чтобы они профессионально, в том числе, росли и делали еще больше полезного для своего города. Вот, и, конечно, вот пока вот такие люди вот есть, это работает, и нам это как бы все очень отрадно, и мы понимаем, что даже если у нас есть там вот сейчас там всего лишь там не так много человек самых активных, да, 50 человек, но среди них есть все равно вот те, для которых мы понимаем, что мы попали вот в цели с нашим продуктом. Вот, в городе Искитиме, это Новосибирская область, тоже девушка, женщина Светлана Раевская, она провела мероприятие для своих студентов, рассказывала про социальное предпринимательство. В Макиногорске вот недавно ребята очень активные, там прям у нас диаспора такая появилась этого города, они проходят про продвижение проектов в теплой сети, и потом встречаются вместе и обсуждают все эти полученные знания. Вот, и то есть для нас вот этот вот переход из оффлайна, из онлайн в оффлайна, он доказательством того, что он есть, да, для нас как раз именно такие встречи. Если вот мы будем поддерживать дальше такую активность города, да, то в целом вот проект получился. Вот, как мы общаемся? То есть мы же все равно, я нахожусь в Москве территориально, да, там, метапы проводят в Новосибирске, в Магнитогорске и так далее. У нас мы, я бы сделала как бы такие вот вещи дистанционные, которые я поняла, что работают или не работают. У нас есть в конце заданий обратная связь, то есть в том плане, что игрок загружает какую-то ссылку, либо пишет какой-то небольшой текст, и я ему пишу комментарии на это. И эксперты в том числе пишут какие-то комментарии. Это работает, человек сразу понимает, что на платформе есть еще кто-то, что там не автоматическая проверка, что там иногда нужно подождать, чтобы проверили твое задание. И это работает на плюс, и, ну, это про то, что неважно, какой вот дизайн у вас есть, да, очень важно, чтобы человек понимал, что внутри платформы есть еще человек. Вот все-таки вот этот вот социальные элементы, они без них никуда, ни в каком вот игровом дизайне. Вот, потом возможность стать экспертом и проверять задания, это точно работает. Углублю немножко эту мысль, то есть мы понимаем, что образовательная платформа вот для тех людей, которые важно саморазвитие, которые любят учиться изначально, да, и поэтому для них все-таки экспертность, для них это какой-то их прогресс. То есть именно поэтому это работает. В каких-то вот других вещах, если там для человека важнее, там, заработок, либо важнее какие-то там фановые более штуки, да, возможно, там статус эксперта, он бы не сыграл бы такой ключевой роли, как именно в этом образовательном проекте. Это вот тоже вопрос про ценности, что вот, ну, важно понимать примерно, про что человек и про что для него самое важное. Вот, посты про игроков, вспоминания моих проектов тоже очень работают, потому что там девушка, которая живет в Лабетнанге, которая даже не знает, ну, про которую мы тоже раньше не знали, да, мы пишем про нее пост, что вот у нее такой замечательный проект, да, и она потом делает репост у себя в группе, у себя на стенке, и ее поздравляют, ее там коллеги говорят, о, как здорово, что про тебя написали и так далее. И это очень здорово работает. Мы видим, что, ну, для этих людей вот это вот подтверждение того, что то, что они делают в городе, для них это не просто вот, они не одни такие, они не сумасшедшие, это действительно важно, что то, что они делают. Вот, вот, письма, анкета обратной связи, это такая относительная вещь, мы пока еще не очень понимаем, насколько читают наши письма, потому что, ну, есть идея, что письма могут читаться раз в неделю, они каждый день, как вот, условно, жители таких больших городов проверяют там каждый час ее. Вот, и вот сейчас мы начали проводить конкурсы, хакатоны, неделя программирования, мерч. Мерч – это вот то, что, ну, там дальше будут фотографии, я покажу. Мы делали специальные толстовки, разыгрывали среди участников теплосети. Вот, и вот условная идея с хакатоном, да, мы проводили конкурс, где смотрели на 20 июня, кто будет у нас в лидерах игрока, в лидерах в ясенковой таблице. И к этим людям мы приезжали с хакатоном. И вот там была фотография в городе Курган, это вот Курган-Вигл, и мы 22-23 сентября приезжали к ребятам с хакатоном от теплицы. Вот, и нам это было очень приятно. Во-первых, они и так раньше знали про теплицу, а сейчас вот через теплосеть для них была такая прямая возможность увидеть нас всех вживую и сделать какой-то очень крутой совместный двудневный проект. Вот, и вот вторая вещь, которая мы тоже поняли, как это мотивирует людей на оффлайн-активности, это мерч. Мы начали выпускать такие толстовки с логотипом теплосети и теплицы, и за проведение какого-то мероприятия мы им отправляем такую толстовку. Это тоже очень круто работает. То есть вот сама идея просто так провести мероприятие, она работает для какой-то очень узкой категории людей. А когда человек еще вот получает толстовку, какое-то вещественное доказательство, что он не зря все это делал, это работает намного лучше, и от нас это не требует таких больших ресурсов. Плюс, ну, человек, который ходит в ней, он тоже понимает, что там в другом городе есть тоже люди с этой толстовкой. Но самое главное, что люди из его же города потом подключаются к нему и тоже хотят иметь такую толстовку. То есть здесь такая сетевая штука, она очень здорово работает. Вот. И, наверное, последние такие вещи, которые расскажу, да, ну, вот что мы поняли с нашим образовательным проектом, да. Ну, во-первых, что теплосеть – это вот трамплин для тех, кто уже что-то делает. То есть вот все-таки, несмотря на то, что мы выбрали такую очень сложную категорию городов, ну, действительно, это непросто, и даже там, я вам скажу, там, таргетированную рекламу на эти города очень сложно делать. То есть там из-за численности населения очень сложно найти охват, на кого мы направлены. И вот, по сути, получается, нам выйти только на тех, кто уже хоть как-то появился в городе, кто как-то уже вот задействован либо в волонтерском движении каком-то, либо в НКО работает, либо просто уже там как-то интересуется другими ресурсами и может узнать через них про теплосеть. Вот. Есть сложность находить вот своих людей в незнакомых городах, чтобы, ну, даже, я бы сказала, сложно сразу объяснять, кто мы есть. То есть не все знают там теплицу, там не все понимают, зачем это, что такое НКО и так далее. И это абсолютно, ну, люди, с которыми нужно прям вот с нуля их как-то погружать в то, что для многих уже кажется таким очевидным. Рижа проверяет электронную почту, вот я сказала. Про вебинары у нас пока мы хотим протестировать. Внутри платформы тоже попробовать делать вебинары. Посмотрим, как это пойдет. Но некоторые там ребята нам сказали, что они не очень любят смотреть. И вот мы просто хотим количество на поле просмотреть, насколько это так. Вот. И дальше, что мы поняли, что вот формат хакатона такого тепличного, ну, я сразу поясню, хакатон – это когда на 2, два дня приезжают эти специалисты, работают местные веб-студии, креативные агентства, приезжают, приходят местные активисты, и мы вот устраиваем такую коллаборацию, сотрудничество, и в течение двух дней делаем совместные проекты. А к концу получается воскресенье мы приглашаем жюри из местных уважаемых людей, которые смотрят проекты, выбирают победителя, и победитель получает денежный приз на дальнейшую разработку проекта. Вот. Мы поняли, что такой вот хакатон, он хорошо происходит в городах-миллионниках, либо в таких более крупных городах. Вот. Все-таки вот в наших целевых до 500 тысяч это намного проблематичнее. именно такой формат, и там мы будем работать с форматом мастерской, то есть формат каких-то мастер-классов, обучающих, который просто будет помогать людям работать с сырыми идеями, и вот дальше их постепенно-постепенно как-то подтягивать к более сложным форматам мероприятий. Внутри, несмотря на то, что вроде мы работаем со средними городами и малыми, все равно активисты не все друг друга знают, и им нужны точки пересечения везде таких мероприятий, где они будут знакомиться между собой. Вот. И вот для таких заметных людей, которых мы уже нашли, да, мы понимаем, что для них вот важность быть экспертом на оригинальном уровне, возможность выезжать с лекциями в другие города, они либо уже это делают, либо для них это, ну, действительно такая важная часть их идентичности, и, то есть наша задача как-то вот им тоже давать возможности проявить себя в других городах. Вот. И мы в том числе это всячески делаем, и вот стараемся как-то вот это межгородское сотрудничество построить. Вот. Да, это еще раз сайт Теплосети. Теплосошел, платформа легкого образования, вот место знаний для тех, кто хочет изменить мир, но не знает, с чего начать. Вот. И на этом у меня как раз я уложилась почти ровно в час. У меня все. Вот. Буду рада ответить на какие-то вопросы. Если есть вопросы по каким-то первым проектам, Теплите, да, то смело пишите нам на сайт через форму контакта, через контакты, и мы читаем все письма, помогаем там и с Лейкой, и с Кандинским, это без проблем. Вот. Если сейчас есть какие-то вопросы вот по Теплосети, и я могу еще на что-то ответить, то с удовольствием. Спасибо большое, Софья. Да, конечно, я презентацию, во-первых, Павел сказал, что полностью трансляция будет доступна на YouTube-канале, да, и презентация также будет с Павлом. Да, Ольга ваш увидела комментарий про игры. На самом деле, я думаю, что все вот это движение геймификации, оно как раз и вышло из компьютерных игр. И ребята, ну, это очень же большой вопрос, да, что есть такого в играх компьютерных, да, что люди готовы просто часами там проводить, что для них это может быть полностью альтернативной альтернативой реальной жизни, либо там ярким дополнением ее. И, да, гейм-дизайн это сила, и все больше там корпоративного обучения, там приложения образовательных, оно построено, все вырастает из компьютерных игр, конечно. Да, да, да. А, даже из вебинара можно скачать, отлично. Да. Вот. Так, ну, спасибо так большое еще за внимание, я еще могу подождать какие-то вопросы, если есть. А, еще могу сказать, что у нас, вот я упоминала, что у нас вот партнеры кислород, да, и они интегрировали свой контент какой-то, мы также на самом деле сейчас активно начинаем просматривать и другие курсы других проектов, там про экологию, про социальное предпринимательство и так далее, и у нас есть, действительно, возможность делать такие именные тайлы, где мы, условно, человек заходит на тайл, и дальше мы его перенаправляем на другую платформу, например, на платформу Stepit, где он проходит небольшой короткий курс, получает сертификат, и нам загружает сертификат. И таким вот образом у нас происходит интеграция с другими платформами. То есть для нас это, ну, мы точно видим, что люди не отваливаются от этого никак, и им, наоборот, интересно увидеть какие-то другие платформы. То есть даже у нас есть HTML-академия, где мы просим пройти буквально там парочку уроков HTML-академии, узнать, что такое теги, какие есть там базовые вещи про сайты, и прислать вот скриншот своего личного кабинета, что вы прошли этот курс. и, да, люди спокойно проходят. Вот. Вот. Так что, если у вас есть какие-то ваши проекты, и которые, ну, тоже вот в виде каких-то коротких видео, которые можно интегрировать, либо, ну, то есть в идеале это все-таки какие-то видео, которые есть, акцент именно на этом, и они связаны с темой общества, либо технологий, то прям пишите спокойно, и мы с удовольствием просмотрим контент и будем думать, что можем с ним сделать. Ага, как мы продвигаем проект? Хороший вопрос. У нас есть, ну, своя система, скажем, как мы анализируем наше, наше такое социальное влияние, да, у нас есть таблица с городами, в которых мы хотим появиться, у нас есть Google Аналитика, где мы мониторим каждую неделю количество заходов с выбранных нами городов, через контакт мы иногда вручную пишем каким-то местным активистам, либо там домам НКО, чтобы они рассказали у себя на платформе про нас, иногда это я вручную через, ну, смотрю, какие группы есть в контакте в городе и которые релевантны нам, например, там, дома культуры, какие-нибудь там сообщества помощи животным, кто-то может проводить хакатоны, как в Вологде, то есть примерно понимаю портрет этого человека и тоже в группе ставаю какие-то объявления, либо пишу напрямую человеку. Недавно мы начали, попробовали месяц таргетированной рекламы, пока вот я не берусь сейчас делать какой-то публичный вывод про это. Мы понимаем, что с таргетом где-то намного, конечно, проще, да, то есть иметь даже там бюджет там в 3-4 тысячи рублей, мы намного эффективнее будем заходить в какие-то такие маленькие-маленькие городки. Просто вопрос в том, что если там не знают про теплицу и про теплосельство, это сложно нам сразу построить с ними контакт. то есть возможно если мы выходим например в города через там проект «Добрые города», который уже есть там в 50 и больше городах России, да, и если там про нас как-то рассказывают, то для нас это более релевантная аудитория сразу подключается к нам. То есть пока мы делаем ставку больше на такое сульфанное радио и на партнеров в регионах, которые у нас уже есть, либо на смежные сетевые проекты, которые уже представлены в городах и мы стараемся с ними найти сотрудничество и там тоже как-то обмениваться баннерами, делать вот интеграцию их курсов в наши курсы, ездим сами на конференции, рассказываем. То есть пока это вот такой метод идет. Ну и плюс я хочу отметить, что все-таки вот очень самому любимый эффект это когда есть, например, три человека из одного города и потом этот город начинает прирастать заметно по количеству игроков. То есть у нас вот Калуга, например, там сейчас по-моему уже по-моему 20 человек из одного города. Они пока еще не проводят мероприятия, поинтересуюсь почему. Но сам факт того, что они друг другу рассказали, их там уже много. Курган то же самое, их сразу много. Магнитогорск их много. И возможно нам даже сейчас на этом году становления нам интереснее делать какие-то истории конечные в одном городе, доводить их до чего-то целостного в виде каких-то план мероприятий, чем много-много-много, но таких пользователей, которые еще ничего не делают. Для меня истории из Китима и Магнитогорска пока важнее в численности номинальной, которая есть игроков в Теплосети. Это подпроект Теплицы, поэтому здесь у нас это не отдельная такая совсем платформа, это часть большого проекта. Да, Азад, пожалуйста. То есть Азад это в основном это, конечно, контакты и выход на какие-то такие сетевые вещи с другими партнерами. Ну, кстати, вот по поводу еще финансирования, там мы, ну, скажем так, есть идея какого-то там, ну, скажем так, если бы это не было бы чисто тем образовательным продуктом, да, но вот механика была бы такая же, и, например, мы бы продавали какие-нибудь там фотокурсы, да, либо там СММ, ну, вот по той же самой логике, да, вот такая же самая карта и так далее, да, ну, то, конечно, там можно было бы придумывать, там, открывать там следующий уровень за деньги, там, возможность каких-то сертификатов за деньги, как делать это Курсера, ну, то есть, ну, вот, мне кажется, вот монетизация образовательных проектов, она в основном сейчас идет за счет либо каких-то больших привилегий в личном кабинете, в уровне знаний, в контакте с куратором и в сертификатах, которые как-то подтверждают ваши знания, которые вы получили. Да, Александр, взаимно. Спасибо. Вот. Павел, наверное, пора заканчивать. Дорогие друзья, я хотел бы от своего и от вашего имени поблагодарить Марию за замечательный вебинар, вас благодарить за участие в вебинаре и за вопросы и ответы, с удовольствием, с удовольствием наблюдая в чате людей, которых хорошо знаю, которые задают вопросы. Многие из них также в скором времени, ну, кое-кто из них, скажем так, тоже в скором времени станет нашим спикером. Хочу всем пожелать хорошей недели, хорошего завершения недели рабочей. на новой неделе с новыми силами приходить в Директ-Академию на наши вебинары. Наши вебинары проходят каждый день. Вот, так что у вас есть много возможностей для того, чтобы пополнить свои знания. Всем до свидания. До новых. Всем до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok